Ценовая дискриминация 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 по всем ценам. Поскольку спрос не связан при оптимальном наборе цен, значения предельной выручки на всех рынках совпадают и равны предельным издержкам в точке суммарного выпуска. MR1 от D1 от P1 равняется и так далее MRN от DN от PN равняется MC от суммарного выпуска D1 плюс и так далее плюс DN. При этом оптимальная наценка на житом рынке определяется соотношением PGT минус MC от суммарного выпуска деленное на PGT равняется единице деленное на модуль житой эластичности. Последнее выражение также может быть представлено в следующем виде. PGT деленное на PKT равняется единице минус единице деленное на εKT по модулю деленное на разность единицы минус единицы деленное на εGT по модулю. Это означает, что относительно случая единой цены продукция на высокоэластичных рынках становится дешевле, а на низкоэластичных – дороже. Представим на слайде процесс определения оптимальных цен цен ценовой дискриминации третьей степени для случая двух рынков. Рассмотрим ситуацию линейного спроса, для которого предельная выручка выходит из той же точки на оси цен, имеет вдвое больший наклон и некоторых возрастающих предельных издержек. Помимо картинок для отдельных рынков, нам потребуется график суммарного спроса D1 плюс 2. Отметим, что сложение D1 и D2 происходит по горизонтали. И соответствующие предельные выручки – MR1 плюс 2. Именно третий график даст нам точку пересечения MR и MC, отображая которую на остальные рисунки, легко найти оптимальные объемы выпуска Q1 со звездочкой и Q2 со звездочкой. Оптимальные же цены P1 и P2 определяются спросом на обоих рынках. Заметим, кстати, что эту достаточно длинную последовательность действий приходится осуществлять в ситуации изменяющихся предельных издержек. Если предельные издержки горизонтальны, то есть не зависят от выпуска, компания просто определяет оптимальную цену на каждом из рынков и с равенства MR и T и MC. Перечислим ключевые свойства ценовой дискриминации третьей степени. Во-первых, она, как и остальные виды ценовой дискриминации, увеличивает прибыль производителя. Это означает, что тот будет добровольно, безо всякого принуждения и контроля ее использовать. И оппортунизма ждать не следует. Достаточно сделать данный механизм легальным. С потребителями чуть сложнее. На высокоэластичных рынках цена снижается, а благосостояние растет, а на низкоэластичных – наоборот. Поэтому кто-то оказывается в выигрыше, а кто-то проигрывает. Однако, высокая эластичность, то есть сильная реакция на цену, как правило, наблюдается среди не самых обеспеченных потребителей. Они и являются главными бенефициарами ценовой дискриминации. Богатые же, напротив, готовы переплачивать, а значит, будут это делать. Так что, с точки зрения социальной справедливости, ценовая дискриминация не просто допустима, но и весьма желательна. Она уменьшает уровень неравенства в обществе. А что с основным показателем эффективности общественного благосостояния? Можно доказать, что при неизменном суммарном выпуске оно все-таки сократится. Потери богатых при ценовой дискриминации превосходят совокупные выигрыши малообеспеченных слоев населения и фирмы-производителя. Однако, запрет ценовой дискриминации может сделать невыгодной работой компании на малых и бедных рынках. На них не получится устанавливать высокие цены, не будут покупать. При этом, единая низкая цена не позволит снимать сливки с высокого спроса в мегаполисах. А значит, в такой ситуации лучше просто уйти, обрекая неперспективные рынки на дефицит и значительные мертвые потери. В завершение рассмотрим чистый пример. Пусть поставщик йогурта работает на двух рынках, суточный спрос на которых задан функциями Q1 равняется 80 минус P1 и Q2 равняется 64 минус P2, соответственно. Издержки зависят от суммарного выпуска Q1 плюс Q2 и имеют вид TC равняется 600 плюс суммарный выпуск в квадрате. Суммарный спрос имеет кусочный линейный вид. При P больше или равном 64 продажи на втором рынке отсутствуют, а значит Q большое равняется 80 минус P. P равняется 80 минус Q, MR равняется 80 минус 2Q. При P меньшем 64 продажи будут происходить на обоих рынках. Q большое складывается из объемов Q1 и Q2. Получим 144 минус 2P. P равняется 72 минус 0,5Q. И MR равняется 72 минус Q большое. Предельные издержки находятся как производная от суммарных. MC равняется TC штрих, равняется 2Q. Найдем точку пересечения MR и MC. 72 минус Q равняется 2Q. Q большое равняется 24. MR равняется MC, равняется 48. Продажи на каждом рынке также найдем из равенства MR и MC. На первом рынке 80 минус 2Q1 равняется 48. И Q1 составляет 16 тысяч штук. На втором рынке 64 минус 2Q2 равняется 48. И Q2 равняется 8 тысячам штук. Цены определяются спросом. P первое равняется 80 минус Q1 64 рубля. P второе равняется 64 минус Q2 56 рублей. Почитаем также прибыль компании. Прибыль это 64 умножить на 16 с первого рынка, плюс 56 умножить на 8 со второго рынка, минус 600 минус 16 плюс 8 в квадрате 296 тысяч рублей. В случае запрета на ценовую дискриминацию, аналогично найденный суммарный объем Q равняется 24, должен быть продан по единой цене. P равняется 72 минус 0,5 умножить на 24 по цене 60 рублей. Соответственно, 80 минус 60, 20 тысяч упаковок будет продаваться на первом рынке, а 64 минус 60 всего 4 тысячи упаковок на втором. Прибыль компании составит 60 умножить на 24 минус 600 минус 242, равняется 264 тысячи рублей. Видим, что, как и предсказывала теория, ценовая дискриминация приносит выгоды поставщику, получающему большие прибыли, а также потребителям меньшего по размеру второго рынка, где снижается цена и расширяются продажи. Потребители первого рынка, готовые к более высоким ценам, в результате ценовой дискриминации переплачивают и теряют часть своего благосостояния.